Гастроли, новокузнецкая драма, музейная ночь и столичный инди-фолк. Это время культуры и с вами Анастасия Романова. В ближайшие 10 минут мы будем говорить о главных открытиях, премьерах и персонах прошедших 7 дней. И в начале главные культурные новости недели одной строкой. В Международный день музеев в Барнауле открылась чайная выставка. В экспозиции редкие экспонаты 19-го, начала 20-го веков. Сервизы, самовары и другие атрибуты чайной церемонии. Увидеть их можно в Краеведческом музее до конца июня. В регионе подвели итоги издательского конкурса. Из 50 участников лучшими стали четверо. Наталья Николенкова, Елена Ожич, Юстасия Тарасава и Александр Родионов. Их произведения опубликуют за счет средств Краевого бюджета. В Барнауле стартовал новый культурный проект «Смотри книгу, читай фильм, литература в кино». На каждой встрече будут показывать современные картины и классику мирового кинематографа. После сценарий и режиссерское видение можно обсудить с экспертами. Также в рамках проекта пройдут мастер-классы по драматургии, режиссуре, видеосъемке и монтажу. Артисты мускомедии провели творческий вечер в «Антикафе Трикита». Выступили в жанрах опереты и мюзикла. Так они знакомили своих коллег-актеров со своим творчеством. Подобные встречи в «Антикафе» проходят каждый понедельник. Прийти может любой желающий. В июне Алтайский и Новокузнецкий драматические театры поменяются сценами в рамках проекта «Гастрольная карта Сибири». В Барнаул приглашенные артисты привезут свои лучшие спектакли. Драму Иванов по пьесе Чехова, трагикомедию «Дон Жуан», «Сказку кот в сапогах», комедии «Звездный час», «Лес» и «Гарнир» по-французски. Показы пройдут с 14 по 18 июня в Краевом театре драмы. В один из дней на этой неделе ценителям искусства было не до сна. Толпы барнаульцев стояли в очередях, чтобы попасть на ночь в музеев. Всероссийская акция прошла в Алтайском крае в десятый раз. На своих шоу-арт-пространства собрали рекордное число гостей – 34 тысячи человек. Чем удивляли на музейной ночи, расскажу далее. 86 площадок, 34 тысячи посетителей. Это рекордное количество гостей за 10 лет проведения музейной ночи в Алтайском крае. Можно было не только увидеть редкие экспонаты, но и изучить народные ремесла. А еще добыть для дамы сердца титул майской королевы в настоящем рыцарском поединке. Турнир – это часть программы, посвященной Средневековью. Воин, победивший в сражении, получает звание «Рыцарь года». Для его дамы завоеванный королевский титул еще и обязанности налагает. Королева учит гостей праздника средневековым танцам. В этом году на площадке «Музейная ночь» мы традиционно представляем большую программу, полуторачасовую, исторических танцев, игр, всяческих прочих развлечений. Творческие мастерские по плетению, по ткачеству, кузнечному делу и так далее. В «Музейную ночь» двери открыты не только для взрослых. Для детей работали десятки образовательных площадок, где можно было самим сделать игрушки из трикотажа, аксессуары в стиле пэтчворк и освоить роспись по дереву. Первый раз я ее посещал года три назад, и вот сегодня вновь решил. На самом деле впечатление лучше. Удалось посетить новый музей, и для меня стало открытием музей «Мир камня». На следующий год организаторы «Музейной ночи» обещали сделать программу более научной, с лекториями и показами документального кино. На этой неделе в Краевую столицу приезжал молодой московский музыкант Миша Родионов. Основатель группы «Ритузес» он известен поклонникам инди-фолка. В рамках «Музейной ночи» состоялся его сольный концерт. Об интровертной музыке и новом альбоме Миши Родионова в следующем сюжете. Намеренно грязный звук, ностальгические тексты и вокал, словно доносящийся издалека. Все это о музыке 24-летнего москвича Миши Родионова. Свой первый альбом он записал в 16 лет дома на компьютере. Сам исполнил музыкальные партии, сочинил тексты и свел звук. Альбом выложил в интернете и музыка быстро завоевала сердца поклонников инди-фолка. Через год Миша записал еще одну пластинку «Бальц Балтика» уже в составе группы «Ритузес». Музыкальные критики называли их творчество экспериментальным, загадочным и даже интровертным. С последней характеристикой автор не спорит. Я могу сказать, что я социофоб, и я до сих пор, сколько лет я играю, всякий раз волнуюсь. Меня, честно говоря, никогда не волновало качество записи. И все мои любимые альбомы – это грязный-грязный лоу-фай. Я никогда не гнался за кристально чистым звуком. Мне кажется, что это естественно, когда музыка немножко грязная. За четыре года существования группы музыканты выпустили еще один альбом «Астра». Выступили на десятках фестивалей, в том числе в Норвегии, Франции и Прибалтике. В 2013 году «Ритузес» распались. Сейчас Михаил занимается творчеством в одиночку, готовит новую пластинку. Все в процессе. Это самая сложная штука, над которой я работал когда-либо. Ну, я любитель концептуальных альбомов, и это очередной концептуальный альбом, и там сюжет. И в этом плане у меня опыта мало, и нужно сделать цельный, цельный, законченный альбом. Музыкант признался – Барнаул близкий по его душе город. Пообещал поклонникам, что вернется сюда с концертом в ближайшее время. Такой была эта неделя, но впереди нас ждут не менее интересные выходные. Как их провести в рубрике «Культсовет» расскажет арт-критик Вадим Климов. Здравствуйте, меня зовут Вадим Климов, я арт-критик и комиссар галереи изобразительного искусства «Республика ИЗО». Я знаю все про искусство в Барнауле и настойчиво рекомендую вам сходить в Государственный художественный музей, где недавно открыли выставку, посвященную 90-летию Майи Дмитриевны Ковешниковой, одной из самых интересных и удивительных художниц Барнаула. На днях в арт-галерее Щетининых открылась выставка художника-графика Татьяны Ашкенази. Я вам настойчиво рекомендую, не проходите мимо. Ну и, конечно, галерея «Республика ИЗО», где можно увидеть сразу пять оригинальных интересных выставок разных художников. Прошу обратить внимание на выставку сценографа. Это первая большая и крупная выставка известного художника театрального Олега Головко, неоднократного лауреата различных премий, в том числе «Золотой маски». Ну и, следовательно, про театр. 27-го в Краевом театре драмы состоится премьера «Два старых краба с нежным панцирем». Эта постановка будет на большой сцене, и заняты в ней два интереснейших артиста – Александр Хряков и актриса Галина Зорина. Поставил спектакль народный артист-режиссер Александр Зыков. А в Театре музыкальной комедии вы можете посмотреть нестареющий спектакль, классику советского периода, рок-оперу Юнона и А8. Планируйте свой культурный отдых. Всего доброго, творческих успехов! Обязательно загляните на выставки в Республику ИЗО и проведите выходные культурно и насыщенно. А я на этом с вами прощаюсь. Это было «Время культуры». Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова